Тора запрещает поддерживать тех, кто умножает раздоры и разногласия и разжигает споры. По некоторым мнениям, эта заповедь выводится из написанного в Торе, не будь как Орх и его сообщества, которые разожгли конфликт с Моширобейном, чтобы отобрать его величие. Кроме этого запрета, участие в спорах может привести и ко многим другим нарушениям Тора. Эта заповедь касается как мужчин, так и женщин и неограниченным местом или временем. Родители обязаны воспитывать детей, исполнять эту заповедь и не разрешать им общаться с теми, кто часто ссорится, дерется и тому подобное. И тем более запрещается требовать от детей поддерживать родителей в их споре с кем-либо. Если же отец или мать делают это, дети не обязаны слушаться их в этом вопросе. Наоборот, они должны постараться приложить все усилия, чтобы помирить родителей со второй стороной. И таким образом они выполнят сказанное в Торе «Ищи мира и преследуй его». Споры никогда не приводят к миру. Поэтому в случае, когда люди не могут самостоятельно удалить свои разногласия, следует остановиться и попытаться найти третье лицо – человека, не заинтересованного в выгоде одной из сторон, который сможет рассудить спорящих. Если такого не нашли, нужно обратиться в Бейдин, еврейский суд. Для того, чтобы избежать споров и конфликтов, нужно вести себя спокойно, не гневаться и не придираться к людям. Иногда человека просто вовлекают в чужие споры, а иногда его подталкивают собственные ецарара – злое начало. Следовательно, тот, кто хочет уберечь себя от споров и скандалов, должен все время следить за собой и делать все необходимое, чтобы не встревать в чужие разногласия. Написано в Торе – лотит гадыду. Мудрецы объясняют, что речь идет о запрете разделяться на группы, а гудот на еврите. Поэтому, если в городе есть всего один бейздин, по обязанности которого входит устанавливать законы и традиции в данном регионе, то в этом месте нельзя устанавливать еще один бейздин, чтобы не переводить к разделению и разногласиям. Что же касается города, где изначально есть два различных бейдина с разными обычаями, то в этом нет никакой проблемы. Жена должна следовать традициям и обычаям, которых поддерживается ее муж. Человек, который приезжает в другой город или в другую страну, не должен нарушать обычаях, принятых в этом регионе. Даже если еврейский закон Аллаха не запрещает определенного действия, но в этом месте люди устражают и не делают этого, не следует на виду всех поступать по-другому. Написано в Торе в главе Шмот «Не следуй за большинством творить зло». Из этого стиха учат мудрецы, что нельзя поддерживать злодеев и присоединяться к людям, поддерживающим нарушителей закона. То же касается и группы людей, распространяющих сплетни и поддерживающих огонь конфликтов в еврейской общине. Тот, кто распространяет сплетни и разжигает конфликты, недостоин почести и уважения, даже если он занимает особое положение в обществе. В данном случае проявление почести и уважения будет укреплять его позицию, что приведет к еще большему напряжению в общине. Запрет лошона разословия не касается разговоров, направленных против тех, кто разжигает споры и нарушает атмосферу единства в еврейской общине. Но и здесь есть определенные ограничения. Разговоры должны быть направлены на то, чтобы затушить огонь разногласий, а не наоборот. В некоторых случаях, чтобы не поддерживать ссору, желательно даже поступить со своей гордостью и положением в обществе. Человеку не стоит обращать внимание на нападки и оскорбления, если он знает, что все это является своего рода провокацией, попыткой вовлечь его в спор. Путь Торы – это поиск мира и единства. Как сказано Мишли, пути Торы – пути приятного, и все ее стези – мир. Если у человека есть возможность исполнить заповедь, но при этом ему придется ввязаться в споры или какой-то скандал, мудрецы в этом случае советуют воздержаться от выполнения такой заповеди. Несмотря на то, что люди придерживаются разных взглядов, они должны относиться друг к другу с уважением и остерегаться ненужных споров. В заслугу уважительного отношения к другим людям человек удостаивается жизни в будущем мире. Известно, что ученики Раби Акивы умерли раньше времени только из-за того, что относились друг к другу с недостаточным уважением. Когда изучают Тору, наоборот, горячие обсуждения и спор становятся положительными элементами. Разрешается даже оспарив доводы своего учителя с целью получить правильное определение или лучше понять материал. Но и здесь, на первом месте, всегда должно быть желание прийти к истине и к правильному решению. Нельзя также забывать, что в момент бурного обсуждения обращаться к учителю нужно с особым уважением. Если люди действительно желают прийти к истине, разбирая какой-то вопрос и споря об этом, это не считается нарушением. Мудрецы учат нас, что такие споры в конечном итоге приведут к миру и к правильному решению. Проблема начинается тогда, когда во время спора на первом месте стоят личные интересы или просто гордыня. Учили мудрецы. Не может устоять мир, если в нем нет людей, способных смолчать во время ссоры. Сто лет назад существовало такое понятие «день стирки». Это был нелегкий день. Стиральных машин и специальных порошков тогда не было. Все стирали своими руками. Однажды в такой день хозяйка закончила стирку и развесила мокрое белье на веревке, натянутой во дворе. Ее соседке показалось, что эта одежда мешает проходу. Она разозлилась и, недолго думая, перерезала все веревки. Чистое белье упало на землю. Как только женщина увидела, что сделала ее соседка, она уже открыла рот, чтобы высказать все, что она думает о таком ужасном поступке. Однако ей удалось держаться и не начать ссору. Она молча собрала всю одежду и пошла стирать ее заново. После этого, чтобы избежать очередного конфликта, она отправилась в соседний квартал и там повесила белье. Вечером вернулся муж, но и в этот момент она сдержалась и ничего не рассказала ему. Это было вовсе нелегко – держать все себе и не поделиться даже с близким человеком. Неожиданно раздался стук в дверь. На пороге стояла заплаканная соседка. «Прости меня, пожалуйста», – умоляюще произнесла она. «Бог уже наказал меня. Мой малыш заболел, у него высокая температура». Правильная женщина сразу сказала, что прощает ее и пожелала мальчику скорейшего выздоровления. У этой пары не было детей. Прошел совсем немного времени и счастливый момент, в котором они с мужем ждали столько лет, наступил. У них родился сын. И какой сын? Эта замечательная женщина стала матерью Рава Иосифа Шалома Ильяшева. Рава Иосифа Шалома Ильяшева